Общение Айжан Алтынбаева в Казахстанскую медиа-академию пришла по совету подруги, по образованию юрист, любит танцы, увлекается экстремальными видами спорта, как телеведущая раскрывает тему любви и личных отношений. Любое человеческое творение, будь то литература, музыка или живопись, это всегда автопортрет, говорил Сэмюэль Батлер. Здравствуйте, меня зовут Айжан Алтынбаева и в эфире программа «Искусство интервью». Сегодня мы будем говорить на тему «Сбываются ли наши мечты?». В гостях у нас женщина, которая занимается своим делом, покорила искусством не только Казахстан и Америку, мама четверых детей, создатель бренда Lucky Turtles, художник Лейла Ахмед Осман. Здравствуйте, Лейла. Здравствуйте. Скажите, Лейла, в одном из ваших интервью вы сказали, главное верить и мечтать. Стать художником, это была ваша мечта с детства? Я, наверное, родилась художником, с кистью в руках, как моя мама говорит, потому что, как она меня, насколько помнит, я постоянно рисовала. В садике, в школе. Меня даже учителя ругали, говорят, что ты делаешь, вместо того, чтобы учить математику или писать какие-то предложения, ты в конце тетрадки рисуешь всякие вещи, которые абсолютно не подходят к нашему предмету. И говорили об этом родителям. И так получается, что в шестом классе заканчиваю и открывается художественный республиканский колледж. И родители меня, в общем, переводят в этот колледж, куда я поступаю. И все, я вот занимаюсь искусством уже волноценно и постоянно. Лейла Ахмед Осман. Известная художница, бизнес-леди, автор магического бренда Lucky Turtle и мама четверых детей. Лейла, расскажите, пожалуйста, об истории создания вашего бренда Lucky Turtle. История вообще началась в 98-м году. На тот момент я преподавала в художественной академии Жургенова и готовилась к своей первой персональной выставке на тот момент. И диссертации, потому что заставили на кафедре писать. И вот я случайно в библиотеке Пушкина увидела квадрат с цифрами, но без черепахи. Я думаю, интересно, о чем этот квадрат, о чем эти цифры. Ответ не нашла, потому что уже было время позднее, нам сказали книжки, сдавайте обратно. Но я с детства люблю суммировать цифры. И я стала считать. Первый ряд 2 плюс 9, 4 и 15. Второй ряд 7 плюс 5, 3 и 15. Третий ряд получается тоже в сумме 15. И по вертикали крестна-крестна, эта сумма получается единичная 15. Я удивляюсь, думаю, интересно, почему 15. Но решила это использовать в своей композиции. Так как первая выставка у меня была «Концептуальное искусство и символизм». То есть все работы были с каким-то значением. И я, когда пришла в мастерскую, я подумала, что черепаха будет для этого наилучшим образом. И когда я нарисовала картон гобелину, неделю через три пришла ко мне моя бывшая одногруппница. Она увидела эскиз и спрашивает меня, «Ты это по легенде сделала?» Я говорю, «Нет, я не знаю никакой легенды». И она удивляется, говорит, «Как так? У тебя все здесь 15?» Я говорю, «Да». И ты не знаешь легенды?» Я говорю, «Нет». И она мне рассказывает, что 4 тысячи лет назад в провинции Лушо, это между Тибетом и Китаем, жил бедный рыбак. И вот в один прекрасный день он видит огромную из воды выходящую черепаху. На ее панцире было 9 квадратов, только вместо цифр были точки. Например, в одном квадрате 9 точек, в другом 5, в третьем 3. Он эти точки высчитал и получилась сумма в 15. И вот после этого в провинции Лушо начинается благоприятная и процветающая жизнь для самих жителей. У них исполняются желания, всякие засухи, наводнения уходят, а рыбак становится императором этой же провинции. И легенда выходит в свет. Во многих странах она дает основу либо философии, либо какой-то науке. Например, в Китае выходит наука фэншуй, потому что по фэншуй тоже делится квадрат на багуа, и в середине всегда пятерка. У цифр есть направление север-юг, запад-восток, северо-запад. В Малайзии выходит наука о цвете, потому что у каждой цифры есть свой цвет определенный. В Индии наука о космонергетике, потому что у каждой цифры есть своя энергия, за которую отвечает цифра. В арабских мерах Бедуин шел по пустыне, увидел черепаху, так же с точками посчитал. То же самое вышло. И этот квадрат дает основу математики и геометрии. И до сих пор на сегодняшний день на многих математических факультетах этот квадрат является абсолютным символом неразрешенных уравнений. Точно так же, как и в жизни, он является абсолютным символом неразрешенных ситуаций. То есть нет неразрешенных ситуаций, всегда есть какой-то выход. В Европе выходит таблица Пифагора, а нумерология, астрология также выходит с этого квадрата. Получается, он такой необыкновенный, он дал основу многим наукам и философиям, а ещё символизирует, что все желания исполняются. А подскажите, Лейла, суеверный ли вы человек и в какие приметы вы верите? Я очень суеверный человек. Я вот как сказала, что я считаю цифры, я считаю их для того, чтобы, например, если это чётное число, то я почему-то так себе в голове говорила. Мне не повезёт, а если не чётное число, то мне обязательно в этот день повезёт. И верю во все приметы, во все такие всякие вещи, и странные, и не странные. В общем, я очень суеверный человек. Скажите, пожалуйста, я знаю, что у вас много выставок, вы много ездите. Как вам удается совмещать ваше любимое дело, работу и семью? Это очень сложно, на самом деле, потому что, как мне один раз муж сказал, выбирай либо семья, либо твоё творчество и твой бизнес. Я так подумала, что выбрать. И я ему сказала, ты знаешь, я хочу выбрать и то, и то, и семью, и творчество, потому что и без семьи не смогу жить, и без творчества тоже. Поэтому приходится совмещать какими-то путями. Но с другой стороны, я так думаю, сейчас многие женщины работают, и они проводят всё основное своё время на работе. Детям уделяют не так много времени. И когда я езжу по странам с выставками, это, конечно, много времени занимает. Но когда я приезжаю домой, то я стараюсь всё своё время провести с детьми. Лейла, покупая ваши работы с изображением черепашек, для многих это приносит удачу, исполнение желаний. Я хотела бы попросить вас, может быть, нарисовать для меня эту черепашку. С удовольствием. Для того, чтобы она принесла мне удачу. Продолжение следует... Вот, Айжан, это вам. Спасибо большое, мне так приятно. Обязательно поставлю дома в рамочку, и надеюсь, что он мне принесёт удачу. Главное, что желание не забывать. Желание есть. Вот это. А скажите, пожалуйста, Лейла, есть какие-то мечты, которые ещё не сбылись? Конечно, таких ещё много. Просто как получается интересно, что человек думает, когда ему говорит, что этот квадрат является символом, что все желания исполняются. Человек думает, что вот эти желания сейчас начнут сыпаться ему на голову, он просто будет загадывать и при этом ничего не делать. Здесь самое главное — это не падать духом, не депрессировать, не унывать, а всегда верить, мечтать, желать, определиться желаниями конкретными. Чем конкретнее, тем лучше. Естественно, идти к своей цели, но никому при этом не мешать. И как я потом узнала, когда я поехала на Сибирь, один монах мне сказал, что в цифрах есть некие энергии и вибрации, которые связаны с космосом. Вот человек замечтал, например, уйти с компанией, открыть свой бизнес. Это я к примеру говорю. Вселенная начинает ему предоставлять. Она как бы даёт ему такую дорогу, где он либо встречается с человеком, либо ситуация так складывается, что рано или поздно он приходит к своей мечте. Потому что у каждого желания есть свой момент исполнения. Например, я хочу стать миллиардером. Если я ещё до этого далека, то я завтра, конечно же, не стану. Но Вселенная опять-таки будет мне давать тот путь, чтобы я стала когда-то миллиардером. Потому что он будет смотреть, как я буду для этого стараться, что для этого буду делать. И Вселенная будет помогать именно в исполнении этой конкретной мечты. Лейла, насколько я знаю, ваши мальчики родились в Америке. И хотелось бы узнать, являются ли они патриотами Казахстана. И как вы их воспитываете. Больше с ними на русском разговариваете, на казахском. Рассказываете ли о наших традициях. Я горжусь тем, что я казахстан, но я также уважаю и другие национальности и культуры. Ну, естественно, так как я родилась в Казахстане. И вот я сохраняю наши традиции, потому что это идут уже испокон веков, с моей бабушкой, прабабушкой, мамой. И когда они приезжают в Казахстан, им здесь очень нравится. Потому что каждый день праздники. И они довольные приезжают в Америку, говорят, у нас столько было праздников. Здесь, наверное, такие праздники случаются один раз в год. И говорят они на русском. Казахский сложно удержать, потому что мало казахов, которые говорят на казахском. Поэтому русскоязычного населения больше. И я считаю, что надо удерживать язык, потому что если с ними не говорить, то они, конечно, быстро его забудут. Это как второе образование, я считаю. Потому что человек, который знает несколько языков, это ему вообще пригодится и в жизни, и в дальнейшем. Это как вот действительно он будет более развит, и будет ему самому интересно и путешествовать. И на русском языке говорят очень много людей, весь наш СНГ. Естественно, соблюдаем все традиции, все ритуалы делаем, и свадебные, и такие с рождением. И когда 7 лет исполняется, и цаокису, все мы делаем как положено в нашей семье. Печем в аурзаки, делаем бешбармаки, к сожалению, без казы. Потому что казы не найдешь в Америке, к сожалению. И вот я когда приезжаю уже в Казахстан, то, естественно, я стараюсь кушать его очень много. Что Вы посоветуете для исполнения своих желаний, мечтаний? Человеку? Да, ну, нашим телезрителям. А вот черепашка, талисманы, которые мы выпускаем, они символизируют, что желание исполняется. Но желание исполняется и без черепашки. Самое главное человеку просто, вот действительно самое главное, это научиться мечтать и просто точно определиться, вот чего ты хочешь в этой жизни, чего ты хочешь поменять или добавить. И самое главное, это находиться в моменте. То есть не надо сильно забегать вперед, не надо жить в прошлом. Надо, конечно, планы строить, но надо наслаждаться вот этим моментом. И вот этот момент, вот именно здесь и сейчас, я научилась у некоторых людей. Первый раз, это когда я поехала на Тибет, я увидела у монахов вот эти сияющие глаза, которые абсолютно просто счастливы без каких-либо там причин. Вот они просто счастливые. Вторые такие счастливые глаза я увидела в Санкт-Петербурге у бомжей. Мой отель был в самом центре города в Санкт-Петербурге и с внутренней части двора. Там часто собирались бомжи, но они были очень интеллигентные люди. И мне понравилось то их поведение, какое вот они, они просто были тоже счастливые. У меня глаза были счастливые, они не были привязаны к каким-то там материальным вещам. Просто сидели на скамейке, смеялись, пели под гитару. И настолько они, эта их легкость отношения к жизни меня, правда, очень так на тот момент задела, потому что я все время что-то думала, как там провести презентацию, выставку. Вот не получать, люди не пришли. И тут, когда я увидела, что они просто счастливые от ничего, без всякой причины, я тоже подумала, что надо расслабиться, все отпустить, мечтать и наслаждаться жизнью. От встречи с людей, от встречи с близкими, от процесса того, что ты делаешь. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях была замечательная, обаятельная, привлекательная Лейла Ахмед Осман. Не бойтесь, верьте свою мечту, но не забывайте при этом, что надо что-то делать для их исполнения. А у меня для вас есть тоже небольшой презент, подарок. Вы говорите, что магический квадрат с девятью цифрами. Я сегодня просто увидела, что это не квадрат, но это круг и тоже девять. И написано love, и хочу, чтобы это висело у вас. У меня мурашки. Ой, я просто вообще, у меня мурашки, и я говорю, в таком восторге. Спасибо вам огромное, такой сюрприз для меня. И просто очень благодарна. Спасибо большое. С вами пообщаться, познакомиться. Взаимно. Вот я просто даже не ожидала, вот честно. Красота. Я уже знаю, что я сюда поставлю. Казахстанская медиа-академия. Это учеба для талантливых, симпатичных и харизматичных. Казахстанская медиа-академия. Это уроки по технике речи, искусству интервью, ораторскому и актерскому мастерству. Это работа над голосом и стилем, профессиональная постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста и мастер-классы со звездами. Это настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Казахстанская медиа-академия. Стань медийной личностью. Взгляды, контакты, прикосновения, убеждения. Наш собеседник – это наше зеркало. Мир – это тот, чем являешься ты сам. Талантливые выпускники Казахстанской медиа-академии общаются с интересными людьми. В программе «Искусство интервью» с понедельника по пятницу в 7.05 и 19.05 на телеканале Музлайф.